Цветы к мемориалу павших в боях за спокойствие родной страны и всего мира. 102 ульяновцы не возвратились живыми домой из далекого Афганистана. Судьба еще троих неизвестна до сих пор. История сейчас уже говорит о том, что ребята в 79 году вошли на борьбу с терроризмом. Тогда никто не знал слова такой терроризм и отстаивали интересы нашего государства южных рубежей. А когда наши ребята 10 лет отстаивали рубежи, не было такого террора, никаких там диверсионных подрывов на наших границах и на территории. Сегодня, когда к обоснованности практически каждого события прошлого, то и дело возникают вопросы, воины-афганцы солидарны. Все было не зря. Конечно, сегодня это мы, как считаем, плачевная дата. Нам уже 106 человек на этой гранитной плите. И мы каждый год сюда приходим, чтобы подождать их память. А так решение, конечно, и сейчас. Принято, что это правильное решение. Я считаю, как и все мои друзья считают, она правильная была. Сейчас много толков, но это судить легко. Но когда сказали надо, значит надо. 39 лет назад, 27 декабря 1979 года, ограниченный контингент советских войск пересек советско-афганскую границу. Тогда вряд ли кто-то предполагал, что эта война затянется на 10 лет и унесет более 14 тысяч жизней советских солдат и офицеров. Война в Афганистане – это уже история. Но история живая, общая для всего народа и своя для каждого, кого коснулась страшная война. Сын Лидии Алексеевны пробыл там всего год. Дома его ждали две маленькие дочки. Прислал письмо, что еду в отпуск. И через несколько дней второе письмо. Задерживаюсь. Оказывается, в это время объявили вывод войск. Он задержался и в это время погиб. Сотни пропавших без вести, сотни искалеченных. Война оставила шрамы не только на телах, но и на душах. С какими ужасами столкнулись советские войны, какие страшные последствия, так называемый афганский синдром, привезли многие с собой. Как переживали потерю боевых товарищей, словами не передать. Перенести такое смог далеко не каждый. По примеру бессмертного полка, в память о сослуживцах участники митинга «Реквейма» организовали акцию «Бессмертный батальон». Чтобы помнил каждый, там, в Афганистане, советские солдаты защищали спокойствие целого мира. Вера Мещерякова, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.